В субботу 18 февраля в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского Федерального Университета состоялось открытие российского этапа международного конкурса юридической консультации. Конкурс проводится 18 лет подряд и распространен в более 20 странах мира. Тему конкурса в 2017 году стали соседские отношения. В этом году конкурс посвящен проблемам соседства. Это универсальная международная проблема и всегда между соседями складываются самые различные вопросы и отношения, самые разнопланные, очень часто которые переходят в юридическую плоскость. Непосредственно в российском этапе приняли участие 10 команд, которые съехались представить свою юридическую школу и проявить истинное мастерство в правом консультировании. Участвуют города, практически представляющие всю территорию Российской Федерации. Крупнейшие правовые школы Москвы, Петербурга, Калининграда, Саратова, ближайшие регионы, безусловно, Ульяновск, из Башкирии у нас команда представлена. То есть в принципе мы говорим о том, что география конкурса на сегодняшний день всероссийская. В качестве судей на российский этап приглашены зарубежные специалисты, практикующие юристы международных юридических компаний, а также преподаватели ведущих вузов России. Суть конкурса заключается в моделировании юридической консультации, где двое студентов выступают в роли профессиональных юристов, к которым обращается клиент с вопросом, требующим квалифицированного правового решения. Консультация проводится только на английском языке и ограничена по времени. Студенты, они играют, они моделируют реальную консультацию. За 45 минут им необходимо продемонстрировать как возможности своей по организации процесса консультирования, так и очень качественный правовой анализ, умение исследовать фактические обстоятельства, выявить наиболее проблемные места, понять, что же нужно в данном случае клиенту, в чем его потребность. И очень важно сформировать решение, предложить решение проблемы. Команда-победитель International Claim Consultation Capitation Russia 2017 получит возможность представить Россию на международном этапе конкурса в апреле 2017 года в Англии. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.